Продолжим правила дорожного движения изучать использование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. Вторая часть продолжения. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства, ближний свет фар должен быть включен на мотоциклах и мопедах при движении в организованной транспортной колонии. Если вы едете в организованной транспортной колонии, пожалуй, лучше включить. На маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения, тоже включите ближний свет, при организованной перевозке групп детей, при перевозке опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов. То есть, если везете домой что-то очень тяжелое и крупногабаритное, включите ближний свет. При буксировке механических транспортных средств на буксирующем транспортном средстве. То есть, если вы кого-то буксируете, 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 ну, вот это, совершаете вот эту самую буксировку, то, пожалуйста, включите свет ближний. И, естественно, здесь написано, что нужно включать ближний свет при движении вне населенных пунктов. Ну, тут посоветуйтесь со специалистами. Продолжаем. Фарой, прожектором и фароискателем, если у вас такие есть, разрешается пользоваться только вне населенных пунктов, при отсутствии встречных транспортных средств. Надо срочно пойти в магазин и купить фару-прожектор и фароискатель еще заодно. Две фары, чтобы было таких. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами при выполнении неотложного служебного задания. То есть в населенных пунктах могут пользоваться такими фарами только в определенной транспортных средствах. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Вот задние противотуманки только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. Не делайте, пожалуйста, этого. Видимо, это нельзя. Опознавательный знак автопоезд должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток. То есть опознавательный знак автопоезд должен быть включен во время движения, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Кроме того, и на время его остановки или стоянки. Продолжим. А проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета должен быть включен на транспортных средствах, то есть желтый или оранжевый цвет, выполняющих строительные, ремонтные или уборочные работы на дороге, при погрузке и транспортировке проблежденных, неисправных, а также иных транспортных средств, предусмотренным законом в случаях. А также на транспортных средствах при перевозке тяжеловесных, опять же, крупногабаритных или опасных грузов в случаях, предусмотренных правилами перевозки этих грузов. Ну, это вот все речь идет об оранжевом и желтом цвета маячков. Вот, надо тоже идти в магазин и срочно купить вот маячок оранжевого цвета и еще и желтого. И вместе еще с фароискателем и фаропрожектором, то есть у вас будет полный набор. Звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон в ненаселенных пунктах и в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Звуковой сигнал только тогда можно применять. Да. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может подаваться световой сигнал, который представляет собой в светлое время суток периодическое кратковременное включение и выключение света фар, а в темное время суток многократное переключение фар с ближнего на дальний свет. Вот если многократно переключать с ближнего на дальний в темное время, это значит предупреждение об обгоне. Счастливого пути, приятной дороги и старайтесь, конечно, аккуратно пользоваться звуковыми, световыми сигналами и, конечно, берегите себя на дороге.